Добро пожаловать на урок Т6.2. Продолжаем про типы данных в Roblox Studio. Точнее в Roblox. Я вам расскажу, что такое Enum, Enumeration, откуда это произошло, зачем оно вообще нужно, и почему наши дедушки, бабушки, программисты прекрасно без этих Enum прожили. И вы могли бы прожить, если бы делали очень простые игры на Roblox. Давайте я вам покажу такой пример. Вот у нас есть некая переменная, в которой мы храним состояние игры. Этих состояний может быть несколько, но я сделаю простое. Title. Это мы показываем титульный экран. Там, например, дальше Join. Join. Это присоединяйтесь к игре. Ну, я закомментировал, чтобы у нас не ругался. Ролла Судин не ругался так, что там Join, когда уже сама игра. Game. Что у нас может быть еще? Round, End. У нас Join. Это почти... Join. Это когда присоединяются игроки к игре. Game. Это когда идет Round. Когда игра кончается, получается такое вот состояние Round, End. Мы выбираем победителя, награждаем там. И заново у нас переходит дальше, например, опять в Title. И по кругу. Опять Join. Game. Как наш скрипт должен реагировать на все это? If GameState равен, например, Title, то мы тогда что делаем? Ну, это я вам по-быстрому печатаю. Так. Дальше какой у нас? Чтобы не набирать. Чтобы не набирать, я прокопирую. Так. Здесь не If, а здесь идет Else. Else If. Дальше какой у нас может быть Join. Срочно выбирай команду. Так. Нужно продолжать. Ну, давайте я продолжу. Например, GameRound. Пропущу что-нибудь. Потому что это все однотипно. Дальше тип игры. Round. Играем. Играем. Так. Ну и... Ну и... И что у нас тут? RoundEnd. Ага. Все варианты, в принципе. Ну, здесь, конечно, не всегда Оля будет. Мы должны выбирать. И здесь не просто принты. Здесь будут наши какие-то функции для работы с игрой. А здесь у нас будет цикл. Окей. Кстати, вы знаете, что можно передвигать все строчки одновременно. Выбрали все строчки табуляцией. Shift-Tab влево. Tab-вправо. Вот так должно выглядеть у нас. Запускаем сейчас нашу игру. И мы будем видеть, что у нас состояние. Какое у нас сейчас состояние игры. Сейчас Роплос подумает. Хорошенько. Надеюсь, интернет не пропал. Который мне помешал. Ага. Все отлично. Название игры нашей пишем. А вы что думали? 4, 5, 6 и так далее. Так? Это значит, повторяет. Выводить нам эту строчку. Повторяет, повторяет. Ну, действительно. У нас же скрипт простой. Мы тут не меняем тип нашей игры. А если мы сюда напишем не тайтл, а, например, опечатку сделаем. Вот так. Что же у нас будет делать наша игра? Она ничего не будет делать. Все потому, что я сделал опечатку. И это очень распространенный случай. Во-первых, свою игру. Ну, вот все игры почти так и сделаны. Что у игры у нашей обязательное состояние. Есть еще состояние, например, Game Over. Чтобы показывать тут конец игры. И так далее. Вы поняли. Вот состояние игры. Стоит мне ошибиться в одной букве, все, у меня перестает работать. Дело в том, что это только выбор состояния. А внутри нашей функции, которые отвечают за нашу игру, мы как раз в этот game стоит. Вот, например, смотрите. Когда человек выбрал команду, мы можем вот как сделать. Ребята. промоделировать, как работает наша игра. Так. Какое сюда? Ну, допустим, мы показали уже игру. И вот у нас уже игрок присоединяется. В следующем цикле уже сработает вот этот пункт. Здесь мы сделаем вот так. А здесь опять сначала. Так. Сейчас все будет работать как часы. Сначала одно состояние нам покажут название игры. Выбирай команду. Играем, назеваем. Победила Оля. И опять пошло по кругу. Это очень похоже. Вот у меня есть урок, где мы лидерборд. Самый примитивный, простой рассматривали. Там два урока есть. И вот у нас, в принципе, это реализовано. Но смотрите, как легко сделать ошибку. Ладно, вот где-то я здесь напечатал. Случайно вот так вот. И что же мы видим? Игра доходит до последнего состояния. Все. Она не начинает работать. Сейчас мы к этим еномам вернемся. Как дедушки, бабушки наши. Ну и я в том числе. Как пользовались до того, как у нас были еномы. Или, например, в других языках я не мог пользоваться тем, что в переменную заносил текущее состояние слово. А я заносил туда числа. Например, вместо title у нас будет нолик. Кто нам мешает? Тексты заменить ноликами. Здесь единичка. Здесь единичка. Здесь двойка. Двойка. Тройка. Тройка. Здесь нолик. Ну и в начале у нас тоже нолик. Давайте запустим. Посмотрите, игра будет работать, как работала. Например. Все прекрасно работает. Это же здорово. На самом деле, конечно, наши языки программирования в кавычках говорю, любят, чтобы мы использовали числа. Вместо вот таких вот текстовых, как у меня были, текстовых названий и состояния. Как же сделать так, чтобы у нас текст нашего скрипта оставался читабельным, чтобы мы могли, не бегая все время, не читая вот эту подсказку, что один это join, два это game. Чтобы мы видели эти названия и чтобы, тем не менее, у нас игра работала и не занимала много памяти и чтобы мы не могли еще и ошибку сделать, как я вам тут вот title 2 здесь сделал. Для этого изобретены были и нумераторы. Енумератор на самом деле похож на какую-то табличку. Ну, если мы сейчас говорим про роблок, значит, мы говорим про язык луа и мы пишем вот так. Давайте даже вот так сделаем. Title здесь дальше вот так. сделаем я специально так объясняю подробно, чтобы было все ясно. В других языках программирования вам тоже будет с этими геновами все понятно. Ими вы будете с удовольствием пользоваться. Так, это обычная таблица. Что будет, если я сделаю print т первое. Ну, вы молодцы, конечно, вы знаете, что напечатается первый элемент. Вот, вот эта вот штука напоминает простейший янам. Это набор каких-то состояний возможных. Пусть мы будем рассматривать как различные слова. Неважно для чего. Например, если бы это был бы светофор, то у нас здесь бы было красный, желтый, зеленый, опять желтый. И по кругу. А, нет, желтый уже не надо. У нас вот всего три состояния. Красный, желтый, зеленый. А, ну еще может быть четвертое состояние не работает. Отлично. Как мы можем обращаться к этим словам? Ну, вот я вам написал, что можно t1. Если t1, то мы к этому слову доберемся. Title. Но это неговорящее название. Видите, t1, оно ничем не отличается для меня вот сейчас. Вот единичка. Даже набирать сложнее. Еще скобки какие-то тут набирать. Не нафиг. Вот. Мы бы хотели делать что-то подобное такому. Так, ну этот ход работает. Мы не будем запускать. Мы бы хотели, точнее не бы хотели, а у нас есть такая вещь. Сейчас я поправлю, если немножко неправильно. И нам. И у нас показывает, показывается, есть такой тип данных и нам, в котором есть различные различные наборы вот таких состояний для всевозможных вещей. Для анимации NPC-шик, для поиска пути, чтобы монстры ходили в лабиринте. Типы каких-то кнопок. Вот давайте посмотрим баттон и нам баттон. И посмотрим, что в ней есть. Ну тут какая-то кнопка, в которой находятся два состояния. Ну вот как бы в списке dismount и jump. Так, а дальше уже ничего не находится. Но я вам могу сказать, что смотрите, вот в этом баттоне, еще раз, баттон, и смотрим на нашу табличку. Видите, два слова. Здесь dismount, jump. Если мы выбираем dismount, например, вот так, то для нашего языка луа, вот это вот, набор вот этих слов, он будет означать единице. Он как бы равен единице. А если мы напишем вот сейчас jump, да, jump, то он будет равен двойке. При этом мы можем везде, вместо вот этих вот слов, title и так далее, мы можем везде использовать вот такое написание. И вы всегда будете знать, что enum это значит какой-то вариант из имеющихся к чему он относится и уже конкретный вариант. А какое число он представляет единичку или двойку вам в голове не надо держать. И вы, ваша функция, которая принимает эти enum, она знает прекрасно, она разберется. Так, возвращаем. Давайте теперь, я считаю, что я вам пример практически показал. Теперь давайте к скучному тексту. Вот эти индивидуальные вещи, enum, вот мы сейчас button, например, кнопку смотрели, да, в roblox, и они индексируются с помощью типа enum. Тип, ну, во-первых, было вот так, enum, это тип данных. Дальше идет тип нашего enum, давайте, bodypart, помните, что это часть тела, что у нас может быть? О, видите, нам уже подсказывают голова, левая рука, и так далее, торс, левая рука. Отлично. Вот. Вы уже поняли. И по типу, тип, это вот это вот, да, и по имени, вот по этому enum. Вот и все. Вот эта штука уже означает какую-то определенную, ну, в данном случае, какую-то часть тела. Так. Все возможные enum, какие есть у нас, и нумераторы, списки вот таких вот состояний, они есть на страничке enum. Ну, эта штучка не нажимается, конечно же, но вот она. У нас здесь есть в левом меню enum, мы можем нажать. И давайте посмотрим, у enum какая есть функция. можно написать enum. Вот. Вот. Вот так вот enum, наверное, можно, да? Bodypart. Во. Двоеточие. Get enum items. Это единственная функция, которая есть. И, в принципе, мы можем вот здесь сделать print. Просто она покажет, что же у нас, какие есть. Мы можем в документации посмотреть. Я думаю, так мало кто будет делать. Хотя, например, какая-нибудь у вас тактическая игра, походовая, и вы целитесь из луков своего врага и хотите выбрать, попасть в какую из частей тела. Вот, пожалуйста. Bodypart. Так. Я здесь false поставлю, чтобы этот цикл не работал. Не хочу стирать. Нам сейчас, надеюсь, выведут список. А, нам вывели табличку. Ввели табличку. Ладно, табличку мы не можем. А давайте мы вот так напишем. Хотя бы первый элемент выведем этой таблички. Есть там первый элемент. Да. Вот видите, нам вывели полное название. Значит, просто head мы не можем писать. Мы обязательно должны всегда, когда обращаемся к голове и так далее, мы пишем enam.bodypart.head Ну, напоминает, как вложенные папки. enam, они нигде у нас в папках не определены. Они определены только, ну, вот в документации и внутри запрограммированные нашего робокса. Ну, понятно, эта функция вам, в принципе, не нужна. Вам достаточно будет вот сюда, на enams, перейти и посмотреть на список enam. Мы тоже по всем, наверное, не пройдемся. Я считаю, что я вам уже много чего объяснил. Смотрите, сколько этих enam ужас. Это просто невозможно запомнить. А мы всегда enam откуда всплывают? Мы смотрим какую-нибудь функцию. Например, функция эффекты. Эффекты, чтобы там сделать взрыв или сделать какой-нибудь огонь и так далее. И вот я вижу уже, например, например, такой enam. Тип explosion. Тип взрыва. пишем explosion type. Так. Ну, давайте вот так. Как это пишется? Это пишется, наверное, вот так. Enam. Так, я не с большой буквы написал, Во, explosion type вот у нас есть такой, да. А в нем, что есть точка. Create, это значит делать воронку. Create и debris, это значит со сколками, чтобы полетело. И никаких воронок, чтобы не вырывало в земле. О, клево. Я про это и не знал, что можно таким простым способом запрограммировать обычный взрыв. Кстати, вот в какой-то из игры у меня есть. Он просто, видимо, по умолчанию не делал никаких воронок. А так у вас будет даже земля исчезать. Кратер. Так. Ну и вот, наверное, по умолчанию без кратеров. Так, давайте посмотрим еще какие-нибудь хинамы. Состояние движения мух стоит. Какие, может быть, варианты у этого? Платформа скейтборд. Надо же, я не знал, что можно платформу в скейтборд превратить. Надеюсь, это не устарело. И у этого скейтборда есть состояние остановилось, костинг, что они костинг, не сильно прибавляет скорость и не сильно ее толкают в этот момент. Пушинг, это значит, скейтборд толкают для ускорения. Стоппинг, это значит, она останавливается, но пока еще движется. Airfree, это значит, вы подпрыгнули и у вас скейтборд в воздухе. Надо же, сколько всего. Так, что еще интересно у нас? Кто подсказать? Так, 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 так. Swipe Direction. Это когда мы можем считывать User Input с помощью, тут меня просили урок записать, User Input Service, с помощью него мы можем узнать, какие свайпы, например, не только свайпы, какие кнопки нажимают, это я сейчас про сервис, User Input Service, вот, но в данном случае, что если у нас, мы играем на том устройстве, где тач работает, ну, тач разрешен, обычно это не на вашем компьютере, хотя на дорогих ноутбуках, бизнес-моделях многих, тачскрин прямо на экране работает, не тач-панеля, там можете вместо мышки нажимать пальцем, там до 10 пальцев, там, скорее всего, это будет работать, но на планшетах и на смартфонах. Итак, вот мы сразу видим, нам не нужно не считывать никакие координаты, там, x, y, а просто нам будут уже говорить, что, вот, что юзер свайпанул вправо, свайпанул влево, вверх, вниз, ну, можно раннер какой-нибудь сделать, клево, ну, и тут написано, какие объекты на это ссылаются, на этот тип данных, ну, и вот написано, да, что это событие из User Input Service, не буду про это рассказывать, ну, там очень много таких событий, ну, кстати, можно, давайте посмотрим, какие там события, ребята, вы не ждите уроков, вот у вас есть документация, есть Google Переводчик, например, взяли, посмотрели, и сделали, вот, ну, ладно, так, еще, я, правда, не сказал, давайте в Data Type, я забыл одну вещь, про Inom, на этом мы закончим, наверное, урок, вот, Inom Item, на самом деле, это вот, как раз, та частичка, если смотреть, вот, на наше слово, это вот конкретно, вот это слово, или вот это слово, каждый элемент этого нашего Inom, он представлен с помощью типа данных Inom Item, Вы, в принципе, можете сами создавать свои Inom, если будете что-то серьезное делать, ну, если что-то не серьезное, можете вот пользоваться, как я вам подсказал, текстом, например, вот таким, только не делайте ошибки, так, ну, и что у нас в этом названии, там хранится его название, вот как у меня здесь, да, название, этого item, значение, целое число, ну, значение, целое число, мы его здесь не видим, но мы знаем, что у нас в таблице нумерации соединиться, значит, здесь целое число 1, целое число 2, 3, 4, 5, а еще забавно, смотрите, вот мы делаем еще один какой-то Inom, но я, конечно, не совсем Inom сейчас делаю, понятно, таблицу 2, смотрите, у него совсем другое имя, двойка, и у него, возможно, даже другие слова здесь, а у них, тем не менее, представление у первого, здесь у первого слова, например, единичка, и здесь у первого слова единица, здесь у второго слова двойка, и здесь двойка, вот как не запутаться, а не запутаемся мы, потому что мы пишем Inom, точка, тип, вот этот указываем, в данном случае это пример, не общая тему, а не т2, а вот здесь настоящий уже тип, и здесь указываем уже имя, вот так, хотя, в принципе, значение внутреннее может совпадать, вы поняли, что все инамы начинаются, ну, по-моему, они с нуля начинаются, да, мы где-то пример смотрели, да, с нуля, про взрывы смотрели, 0, 1, 2, и здесь они тоже, значит, в моих примерах таблицы соединиться начинаются, в принципе, не буду вам про это рассказывать, а то вы еще запутаетесь, ну, все, вот такой вот урок про инамы, их не надо бояться, их очень много, их запомнить невозможно, заходим и читаем документацию, и все понимаем, потихонечку, на этом пока, в следующем уроке, я продолжу про типы данных, с того момента, на котором остановился, ставим колокольчик, если хотим про роблокс уроки, шлем донаты, если хотим просто про луа послушать, то ждем в следующей неделе, по одному, по два урока будет, про луа и лав 2д, ну, вот так, всем пока,